Картины не нужно смотреть, их нужно читать. Так считает заслуженный художник Чувашской Республики Александр Ильин. В Доме правительства открылась выставка его работ. Он впервые почувствовал силу искусства на уроке труда. Слепил бюст Ленина из пластелина. На такой правдоподобной, что тот долгое время стоял на директорском столе. С этого и начался творческий путь Александра Ильина. Картины я начал писать поздновато, потому что диплом делал по скульптуре и считал, что не живописец. А в 30 лет примерно, 30-30 с половиной, меня просто физически потянуло на природу. Я взял этюдник и краски пошел. И уже остановиться не смог. У стены лучшая картина Ильина за последние пять лет – это мнение самого художника. Чувство сострадания, восприятие чужих проблем, как своих, работы у стены вызывают у зрителей неподдельные эмоции. Да и вообще автор выставки очень любит некие картины-загадки, где нужно всматриваться в образы, размышлять. Тут такой элемент есть. Это аморилис, цветок. Это не просто цветок. Я отдельно его написал, назвал в своем произведении «Три рубашки счастья». В чем счастье человека? Вот видите, проклюнулся один бутон. Это человек рождается. Первая рубашка счастья одевается, когда человек родился и пригодился. Вторая рубашка счастья одевается, когда человек влюбился. От взаимной любви родились дети. И, сделав в этом мире все, что положено, с чистой совестью на душе, можно одевать Тобу, третью рубашку счастья, посмотрев в глаза детям, внукам, правнукам, друзьям, всем знакомым. И счастливым уйти в лучший мир. Это, в общем-то, автобиографичная штука. Я так живу. Найти свои «Три рубашки счастья» художник желает всем зрителям. Кстати, его работами любуются не только в нашей республике и стране, но и в Америке, Норвегии, Черногории. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.